В эти дни находятся и те, кто решил нажиться на трудные ситуации в Украине и на беженцах. Такие случаи уже установлены Рижской полицией самоуправления и Департаментом благосостояния. Подробности у Галины Солодовник. На сегодняшний день в Риге официально зарегистрированы 49 беженцев с Украины. Установлены личности еще 70, когда они обратились за помощью. Тем временем в столице появились мошенники, которые хотят воспользоваться приемом украинских беженцев в корыстных целях, заявили сегодня муниципальной полицией. Есть определенные коммерсанты, которые заявлялись в связи с их желанием оказывать добровольческую помощь. Хотя на самом деле, заполучив сюда граждан-жители Украины, эти же коммерсанты начинают обращаться в муниципалитет и в государственные органы. Даже не то, что с просьбой, а с требованием ультимативным заключить с ними договора. И таким образом эти коммерсанты пытаются подлезть, если так можно сказать, под государственное финансирование. Но так как получить желаемое им не удалось, то никаких административных взысканий они тоже не получат, говорят в полиции. С другой стороны, есть люди, которые пытаются выдать себя за беженцев и получить помощь. Сталкивались и с такими случаями, то есть когда люди обращаются за помощью, предъявляют украинские документы. Но как только мы разговариваем, то есть мы объясняем, что должен пройти определенный алгоритм, а именно, то есть это контакт с погранохраной. И уже тогда, ну мы будем дальше разговаривать об оказании какой-либо помощи, то эти люди пропадают и больше в помощи не нуждаются. По данным полиции самоуправления, неофициально в Риге могут находиться около 500 беженцев с Украины, которые приехали в Латвию с помощью родственников или друзей. Пока они не зарегистрируются, не смогут получить никакую помощь, говорят в департаменте благосостояния Рижской думы. А могут оказаться и в лапах мошенников. К сожалению, и мне очень больно это говорить, у нас есть негосударственные организации, частные лица, которые используют сложившуюся ситуацию, чтобы улучшить свое материальное положение. В поисках мошенников сотрудники департамента прочесывали социальные сети, обнаружили гостиницу, где они официально поселили 40 беженцев. Мы вышли на негосударственную организацию, которая привезла этих беженцев. Слава богу, это не был детский дом, как нам сперва было сказано. Это были женщины с детьми. 45 минут я говорила с руководителем этой негосударственной организации. Она не понимала, почему необходимо зарегистрировать этих людей у пограничников. Ее основной текст был такой. Люди не хотят раскрывать свою личность, они боятся. На мой вопрос, чего они боятся, приезжая в государство, где они ищут приют, было много странных аргументов. Например, многим из них говорили, что они едут из одной фашистской страны в другую. Мне пришлось объяснять, что если человек скрывает свою личность от учреждений, которые должны им помогать, они навлекают на себя внимание полиции безопасности. По сведениям департамента, эта негосударственная организация связана с неким религиозным движением, христианским, но из новых церквей. И что в Латвию направляются еще две группы этой организации.